Добрый день, друзья! Здравствуйте, уважаемые вязальные феи! Меня зовут Мартиянова Ольга. Сегодня у меня на спицах плед для тарапышки из разных кусочков, моточков пряжи шотландский твит, чистая шерстяная пряжа от Троицка. И сегодня я вам хочу показать и рассказать, как же соединять между собой кончики нитей, чтобы не было узлов. Совершенно без узлов, без клея, без заправления хвостиков иголочками, то есть так, чтобы вязать сразу и наслаждаться. Хочу показать места соединения нитей на практике. Вот, смотрите, вот, например, здесь. Еще... Где? Вот. Вот фиолетовое в синюю переходит. Нужно сказать, что оно достаточно крепкое. Послушайте. Видите? То есть не порвется и не выскочит. Вот, например, у меня здесь овечья шерсть от Троицка и чисто шерстяная пряжа Вселенная. Я коврик вязала. И тоже соединяла этим же способом нити. Вот. То же самое, очень крепко получается. Послушайте. Будем соединять шотландский твит. Нам понадобится еще немножечко водички. Взяли один конец нити. Распотрошим его. Вот так. Берем второй конечк нити. Делаем то же самое. Теперь ногтиками мы немножечко распушим вот эти волокна, чтобы они лучше между собой сцепились. То есть это можно сделать просто вот так ногтиками, если пряжа тоненькая. То есть лишний пух, вот он немножечко уберется. Если пряжа толстая, воспользуйтесь щеточкой, например, любой. Любой щеточкой. С одного конца распушили, с другого немножечко распушили. Вот так. Дальше. Кладем один край. Второй край прям сверху. И нам понадобится немножечко водички. Чуть-чуть мочим. Мочим пальчики. И вот так занимаемся мокрым валянием шерсти. Вот и все. После того, как ниточка высохнет, она будет очень-очень прочно соединена между собой. Волокна схватятся. Но вязать можно сразу же, как только вы соединили нити, даже пока они мокрые. Вот у меня мое соединение. Место соединения спрячется в полотне и будет не только незаметным, но и абсолютно плоским. Что для нас с вами очень-очень важно. Вяжите, дорогие мастерицы. Всего доброго вам. И пусть все детки будут здоровы. Берегите себя.